Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я отвечу на те вопросы, которые приходили ко мне в последнее время. Эти вопросы касались сверхспособностей и психических особенных состояний человека. Нам часто задают вопрос, что такое сверхспособности, и почему мы работаем не только с телекинезом и левитацией, а лезем непонятно куда, лезем в психотерапию, в психиатрию и так далее. На самом деле все очень просто. Мы относим к сверхспособностям любую проявленную способность человека, уникальную способность человека. Умеете вы прекрасно танцевать? Разве это не сверхспособность? Умеете вы прекрасно выступать на чемпионатах мира и занимать призовые места? Разве это не сверхспособность? Умеете вы великолепно писать музыку? Разве это не сверхспособность? Мы все уникальны, и мы все пришли с каким-то талантом. И если у нас есть возможность этот талант раскрыть в себе, проявить и даровать людям, то это наше право и это наши сверхспособности. Другой момент, что почему-то наш социум разделил, что телекиноз и левитация – это сверхспособность, а вот танцы и музыка – это не сверхспособность. Нет, дорогие мои, и там, и там требуется труд, и там, и там требуются тренировки. Только в одном случае это будет одного типа тренировки, в другом случае это будет другого типа тренировки. Но все равно терпение и труд, они всегда идут рядом. И там, и там идет большая работа. И эту работу имеет смысл ценить, уважать друг друга, не вычеркивая, не зачеркивая ее. Касательно психических особенностей людей, психических определенных измененных состояний сознания, и психических проявленных способностей человека. Очень часто случается так, что мы быстро навешиваем ярлык людям, которые занимаются психотехниками, что вот это психопат, это там шизофреник, это там еще какой-то. Понимаете, не всегда наша система ценностей и мировоззрений стыкуется. Один ходит в церковь и молится одному Богу, другой считает, что Бога нет и при этом занимается другими вопросами, решением. Если мы можем быть друг другу полезны по какому-то пункту, и можем обменяться нашими талантами, то почему бы и нет? Что нам мешает? Зачем пытаться навязать свою систему ценностей человеку, уже реализованному в какой-то области? Мы можем его принять на то время, когда мы общаемся. Мы можем его принять с чистого листа вместе с его религиями, убеждениями, вместе с его тараканами или с его психическими какими-то особенностями. А потом для себя выбрать, а надо ли нам это. Мы можем взять только талант, мы можем с ним повзаимодействовать по одному пункту, а все остальное оставить в стороне. И тогда не надо будет навешивать ярлыка, что там экстрасенсы – это психически больные люди, или экстрасенсы – это воры и мошенники. Ведь вторая часть – это ярлык. Что такое ярлык? Это осуждение. А что такое осуждение? Помните, не суди, да не судим будешь. Бог проявил такое количество людей разнообразных, разноплановых. Для чего? Не для того, чтобы их осуждали. Помните технику «В гостях у Бога»? Опять-таки она здесь очень даже классно помогает сориентироваться. Потому что осуждая, отрезая, отторгая человека и его какие-то особенности, его системы ценностей и убеждений, или пытаясь переделать человека, мы тем самым перекрываем возможность проявиться его таланту, а возможно именно этот талант в данный момент времени нужен был наибольшим, наивысшим образом для нас. Поэтому наше дело – просто брать талант и использовать. В конце концов, абсолютно все люди имеют свои особенности. Нет одинаковых людей. И все люди имеют свои особенности психики. И я все время вспоминаю притчу суфийскую про отравленный дождь. Вот когда у меня звонят, человек просит, я приеду там, продемонстрирую какую-то свою сверхспособность. И я понимаю, что это уже приезжает уникальный человек, и еще вопрос, кто из нас напился отравленной воды, кто из нас в норме, кто не в норме, кто из нас адекватен, а кто неадекватен. Но если этой встрече быть, значит, давайте перейдем человека таким, какой он есть, без осуждений. Это я говорю к чему? Очень много подписей идет под роликами, когда начинают критиковать людей, которые у меня засняты на видео, где они что-то демонстрируют, показывают и так далее. Подождите, вы зашли на ресурс, вы посмотрели, и вы пишете осуждение только потому, что ваша система ценностей этого не приемлет. Зачем заходили? Чтобы осуждать? Не суди, да не судим будешь. Дальше, сегодня отвечаю на вопросы. Был вопрос, каким образом у человека вообще формируются открытия. И вот как-то так звучало, если человек подключится к энергоинформационному полю, то он может взять там любую информацию. Вот он пришел, и тут же он может взять то, что там Тесла брал или еще кто-то брал. Почему-то все очень хотят изобретение Тесла получить. Понимаете, от энергоинформационного поля нас никто не отключал. Но, скажем сразу, для того, чтобы взять какой-то блок информационный, для этого надо быть профессионалом в этой теме, для этого надо быть специалистом. То есть, грубо говоря, если вы погрузились в тему электромагнитную, в которой был там Тесла, то, возможно, вы найдете там ответы на свои вопросы. Но если вы не погружены, то вы не найдете. То есть, все идет по резонансу. Для того, чтобы случилось озарение в теме, надо быть специалистом в этой теме. Поэтому, когда человек становится специалистом где-то, имеет смысл все-таки поработать со своими психическими состояниями, для того, чтобы озарения случались более в управляемом режиме, в ожидаемом режиме, по требованию. А если человек занимается психическими состояниями, имеет смысл еще поработать с какой-то дополнительной темой, где он станет специалистом, где он станет профессионалом. И тогда в этой теме у него будут опять-таки контролируемые озарения. То есть, обе составляющие важны. Профессионализм и умение работать в измененном состоянии сознания. Поэтому, вот как-то так. Просто вы сели, помедитировали, завалились в энергоинформационное поле и тут открыли все изобретения человечества. Конечно, такого не бывает. Это сказки, особенно когда звучит, что вот я остановлю программу ума, и вот у меня будет тогда доступ в энергоинформационное поле. Вот сейчас давайте попробуйте, сделайте практику. Просто примитивную. Сядьте, расслабьтесь. И физическим зрением, вот несколько минут смотрите себе сюда, в область третьего глаза. Просто тупо смотрите. Вдруг в какой-то момент вы начнете наблюдать мысли. Если вы их отгоняете, просидев так две-три, ну кто-то пять минут, да, у вас в голове не будет ни одной мысли. Вы смогли сделать все изобретения человечества. Есть сегодня для того, чтобы прийти к пониманию процессов психики человека, зачастую не надо сидеть возле гуру веками и медитировать, и обслуживать его, или становиться там в какие-то асаны и так далее. Сегодня есть хорошие наработки в области изучения психики человека, физиологии человека, психофизиологии. И самое главное, есть еще моменты, когда уже подтвержденные, как меняется химия человека, человеческое тело, как меняются гормональные фоны и так далее. Ведь любой процесс, происходящий в психике, у нас же регулируется еще и физически. Вот и наоборот. Зато вот что касается гуру, тут хочу отметить одну очень важную особенность, которая сегодня тоже есть в интернете. Люди сидят возле компьютера и рассчитывают, что они полностью возьмут все, что касается психотехники, от лица обучающего. Так вот, смотрите, техническую часть, просто тупо что надо делать, или там визуализировать и так далее, взять можно на уровне рассказа. Но дело в том, что если вы выходите на более глубинные уровни работы в медитации, там, где надо достаточно высокой осознанности, управляемое внутреннее состояние, то, понимаете, интернет уже не помощник. Здесь при работе через интернет задействованы у человека визуальный канал и аудиальный, остальные не задействованы. А на самом деле надо, чтобы были задействованы все. Более того, минимальное количество времени, когда наши тела синхронизируются с мастером, с гуру, это 30 минут. То есть, грубо говоря, полчаса надо для того, чтобы вы лично рядом с ним сидели, учились у него, обменивались информацией или вместе медитировали, для того, чтобы произошла синхронизация. И потом гуру помог вам войти в эти якорные состояния, вы их заикарили для себя, и вы смогли именно его состояние использовать для того, чтобы проявились те или иные его способности. Вот у вас уже как ваши способности. Понимаете, а это только личная работа. Более того, вот даже последняя из техник, которую я сама брала, которая мне понравилась, это техника православных монахов, уже там, в процессе работы с тренером, становится очевидным, где идут подмены в нашем обществе. То есть, есть визуализация, есть проживание. И это разные вещи, понимаете? И для того, чтобы ощутить разницу, словами ее рассказать нереально. Я даже не стала пытаться это делать, потому что я понимаю, я наговорю, и человек опять сделает подмену. Но один раз прожив, человек чутко знает, о чем идет речь и в чем разница. Понимаете? Вот просто оно так работает. Иногда имеет смысл потратить какие-то деньги, съездить к гуру, поучиться у него, у этого конкретного тренера, и на выходе иметь конкретный результат. Но это будет ваш результат и без подмен. В то же самое время есть техники, которые описательные, когда вы уже знакомы с инструментарием, и вам надо расширить инструментарий, вы понимаете, вот-вот-вот, я этого добавлю, и это будет работать так. Потому что все равно в измененных состояниях сознания тоже нужны инструменты. Если вы просто тупо сядете в медитацию и будете думать, что вы сейчас решите все вопросы сами, нет, инструментарий нужен. Все равно надо знать, что и как делать, и с чем работать, где там какие спусковые точки, механизмы, эпигены и так далее. У каждого будет своя терминология, как будет запускаться процесс, как это отрабатывать, как это менять. Потому что просто наблюдать и медитировать – одна тема, а менять реальность – это другая тема. И завершить сегодняшний выпуск хочу одним таким обращением. Я хочу, чтобы вы задумались. Это жизнь – игра. Это жизнь – игра, и здесь все играют в удовольствие. Так давайте играть. Так давайте не умно проживать, не парясь проживать, не переживая и не страдая проживать. Давайте играть. Давайте играть с любовью и в радости. И тогда наша жизнь просто будет прекрасным путешествием, дарованным нам судьбой, дарованным нам Богом. И если мы хотим использовать на этом пути психотехники, пожалуйста, учимся и используем. Если у вас есть вопросы, присылайте, с удовольствием дам ответы. Соберу и сделаю ролик по теме. Благодарю вас за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok